Вновь в Сенгелеев встает вопрос о развитии национального парка. Статус федерального Сенгелеевские горы получили в 2017-м. На совещании 28 декабря озвучены планы развития на последующие три года. Зиму нам нужно сделать всю эту работу, для того, чтобы туристский сезон начать уже с развитой туристской ресторанции. Потому что она уже на слуху. Туристы спрашивают, туристы знают. Кроме формирования моды на туризм, необходимо увеличить доходы местного населения и создать рабочие места. Сферы производства, сувенирная продукция, туристические объекты и общественное питание. Создание механизмов социального паркерства и увеличение в реализацию стратегии развития нацпарка, общественных организаций, бизнес-сообщества местного населения. Конечно, не обойдется без научно-исследовательских работ. Кроме того, планируют создать элементы исторической реконструкции древних поселений. Сейчас вокруг Сенгелея сформирован зеленый пояс, который в том числе помогает предотвращать лесные пожары. Начали масштабные работы по переводу земель лесного города, входящих в территорию национального парка, в земле особо охраняемых природных территорий. Работа очень большая и объемная. На почти 24 тысячи гектаров практически документы готовы. К 5 июня ответственные обязаны подготовить паспорт Сенгелея эко-города. Перед этим предстоит провести общественное слушание и согласовать поправки. Мы должны будем обсудить о том, как мы будем развивать Сенгелеевский район, основность на нашем национальном парке. И второй вопрос. Мы обсудим общие контуры стратегии развития. Стратегии развития минеральной сырьевой базы. Губернатор поручил в течение двух последующих недель Дмитрию Федорову и Юлии Скоромоловой подготовить заключение по программам, где прописаны конкретные нужды, люди и финансирование для национального парка. Параллельно на главной площади развернулся настоящий праздник. В прошлом году Сенгелей объявлен новогодней столицей области 2018. Эстафету передали Кузоватовскому району. Но вот следующий год никто даже и не подумал, что мы будем, кузоватовцы, встречать в центре Ульяновской области год 2020. И такая дата, вы знаете, бывает один раз в сто лет. Подарили новогоднее настроение и руководителям областных школ и медицинских учреждений, которым вручили ключи от новых автомобилей. Это не только машина, это десятки спасенных жизней людей. Мы живем на трассе, на московской трассе, железнодорожной трассе. У нас есть три центра. ДТП, ПДТП, по хирургии, по кушественной гинекологии и транспорт нам необходим, как вузу. Новогодняя программа в Сенгелей продлится до Рождества. Катание на коньках и лыжах, экскурсии, скоростной спуск на сноутюбе и собачьи упряжки. Для гостей приготовят 100 видов блинов, кашу с тыквой и уху. Анжела Запашта, Леонид Скомарохов, репортер 73.